ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скоро осень, и учащимся всех мастей предстоит снова работать с текстами, переводами и тому подобным. Нет, можно, конечно, отдыхать, делая все в последний момент, но и в этом случае тот гаджет, о котором мы собираемся вам сегодня рассказать, вам поможет. Вы смотрите androidinsider.ru, меня зовут Наташа, поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот пришли вы, скажем, в библиотеку ради сотни строчек, разбросанных по толстому томику давно забытого поэта. Ну или просто пару строк из писем подвизина в доклад добавить, которые из-за сложности слога современному человеку перенабрать будет затруднительно. Можно, конечно, и пофотографировать, и переписать, и на клавиатуре текст набить, но для моментального взаимодействия с источником нужно нечто другое. И тут на помощь может прийти C-Pen. Это ручка-сканер, по сути, обычное сканирующее устройство, но с парой необычных оговорок. Оно размещается в кармане, работает от аккумулятора, и его можно использовать в качестве средства ввода информации в ваш смартфон под управлением Android. Хотя, конечно, обычным его назвать довольно трудно. Это сканер, который можно бросить в карман и забыть о нем. В комплекте находится сама ручка, зарядное устройство и инструкция, которая, скорее всего, и не понадобится. Устанавливаем на наш смартфон приложение C-Pen Core, включаем Bluetooth и подключаем гаджет к смартфону. Вот и все. Теперь, чтобы внести информацию из интересующей нас книги, заметки, документы или тот же Evernote, нам нужно лишь провести по необходимым строчкам этим сканерам, и они окажутся в нашей программе. Нет, конечно, не просто так сходу, но тоже довольно оперативно. Приложение предложит нам установить дополнение, которое представит наш сканер системе в качестве сторонней клавиатуры. А вот после этого работа с текстом значительно упростится. За счет использования технологии Abifine Reader любой язык для C-Pen не проблема. Да, в этой ручке, точнее даже в шести поколениях данного гаджета, встроен самый настоящий распознаватель текста. Русского — легко, английского — запросто. Китайский, сербский, корейский — нет проблем. Производим соответствующую настройку в ассистенте и готово. Точно так же можно поступить и с иностранными текстами. Мы можем запустить любой переводчик от Lingva до гугловского и просто сканировать интересующую нас фразу в книге или журнале. В режиме реального времени текст, осканированный нами этим устройством, появится на экране, и мы сможем получить результат. Стоит отметить, что цена ручки в две сотни долларов вполне оправдана. Нет, нужны фотографировать целые страницы для перевода одной единственной идиомы, которую изучающий иностранный язык пока не познали. Просто провели сканером по строке и готово. Так что готовьтесь, студенты, осень уже близко. С вами был androidinsider.ru. Следите за нами в соцсетях, комментируйте и вообще принимайте активное участие в комьюнити. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!